Чтобы качественно мыть полы, у робота должны быть мопы, вибро-швабра, ну или просто салфетка, которая плотно прижимается к полу. Желательно, чтобы полотер убирал не только змейкой, как обычные пылесосы, но и буквой Y или плотными зигзагами. Интенсивность смачивания тоже имеет значение, как и способность промывать вдоль стен, полоскать и сушить салфетки на станции. Но самый топ – это когда робот анализирует результат своей работы и самостоятельно запускает повторную уборку. Обо всех этих роботах расскажу в данном ролике. Самый дешевый стоит, как тележка с продуктами, а для покупки самого дорогого понадобятся все деньги мапии. Погнали! Начнем с относительно дешевого Миджия Вакуум Клинер Про. Его швабра на первый взгляд не внушает доверия. Опорный ролик – лысые края. Глядя на нее, сразу думаешь. Это какой-то позор. Но не все так просто. Швабру прижимает к полу подпружиненная кнопка. Во время влажной уборки можно использовать Y-образный режим. Интенсивность смачивания выше средней. В результате Вакуум Клинер за пару проходов отмывает кофейные пятна и собирает грязь даже без промежуточного полоскания салфетки. Но влажная уборка – лишь одна из функций робота. Еще он хорошо собирает песок и мусор разной фракции, обходит и даже распознает предметы на полу. Это самая доступная модель с такой навигацией. Главные минусы – приложение на английском и нет гарантии. Потому что пылесос разработан для китайского рынка. Отличный вариант для уборки ламината в квартире без животных. Dreamy L10S Pro выглядит куда представительнее, ведь он вооружен вращающимися салфетками. Они поднимаются при заходе на ковер, чтобы можно было делать комплексную уборку с одного запуска. Интенсивность подачи воды у L10 Pro низкая. При запланированном включении пылесос откатает первую комнату в сухую. Но если смочить салфетки заранее, легко отмоет присохшие пятна и быстро соберет адскую грязь. Обладатели крупных собак ставят галочку в блокноте. L10S Pro хорошо собирает шерсть, при этом валик остается чистым. Уверенно пылесосит ламинат и ковролин. Фронтальный датчик с перекрестными лазерами без камеры. Сюрпризы вашего Синбернара хоть и не распознает, но объедет. Во всяком случае попытается. Если ваши доходы выше среднего, можете добавить пару тысяч и взять усовершенствованный Dreamy L10S Pro второго поколения. Он мощнее, тише, лучше обходит препятствия, в приложении больше функций. А если стоимость Dreamy L10S Pro превышает выделенный на покупку бюджет, в качестве более дешевой альтернативы можно рассмотреть Xiaomi Robot Vacuum S10+. Главное отличие – лепестково-щетинистая щетка вместо валика. У Roborock Q8 Max система влажной уборки похожа на Vacuum Cleaner Pro. Такая же статичная салфетка, но все сделано более качественно. Две прижимные кнопки, а не одна. Однородная микрофибра без лысых участков. Обильная подача воды. На один квадратный метр пылесос расходует 14 мл. В пять раз больше большинства аналогов. В результате Q8 Max легко отмывает кофе, грязь и даже присохшие пятна, о чем свидетельствуют отзывы в телеграм-канале BestRobot. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать в закрепленном посте». Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов – все это вы найдете в телеграм-канале BestRobot. Ссылка в описании под роликом. Но вернемся к Roborock Q8 Max. Главная фишка пылесоса – рабочий блок с двумя валиками. Он собирает волосы любой длины и основательно прочесывает ковры с глубоким ворсом. Для обхода предметов используется камера структурированного света. Работает не идеально, но сюрпризы Бетховена объезжает. Q8 Max – лучший робот для влажной уборки без самоочистки салфеток. Зато есть вариант самоочистки пылесборника. Называется Roborock Q8 Max+. Похожий функционал у Мидея С8+. Моет, пылесосит и выгружает мусор на станции. Обратите внимание, салфетка состоит из двух половинок. Они ходят в стороны и счищают прилипшую грязь. Особенно эффективно Мидея собирают с пола землю. Вторая торцевушка помогает забрасывать комки в раструб, а микрофибра работает всей площадью. Любители пересаживать цветы будут в восторге. Линящий питомец и ковры – для Мидея С8+, это вообще не проблема. Он буквально слизывает волосы с ковра щетинистой щеткой. Правда, потом ее нужно пять минут чистить. Навигация простая, на базе лидара без обхода предметов. И это ахиллесово пита пылесоса. В большой квартире могут пропадать участки комнат, либо возникает волшебное пространство, которое не видно за стеной. Второе место занимает Хобот Лиги Ди-8. Чемпион по отмыванию сложных загрязнений. У Хобота большая виброшвабра и смачивание в пол из четырех форсунок. С такой системы он легко размывает присохшие пятна и убирает их с первого же прохода. В режиме пятновыводитель Лиги Ди-8 станет помощником на кухне гурмана. Дополнительно или сразу в комплекте можно взять станцию Лулу. После каждой комнаты пылесос заезжает в док, очищает салфетки специальным роликом, а в конце уборки сушит горячим воздухом. А еще Лиги Ди-8 мастер по сбору шерсти с ламината. Он затягивает ее передним раструбом, чтобы не наматывалось на щетку, а затем прессует в пылесборнике. В углах выметает идеально, но из-за D-образного корпуса могут быть сложности при маневрировании, особенно в захламленной квартире со сложной планировкой. А вот у кого с навигацией полный порядок, так это у Роборок С8 Макс В Ультра. Хотя, если бы у пылесоса за 150 тысяч были такие проблемы, он бы точно не попал в подборку. Распознает и объезжает любые предметы, включая проделки кота. Убирает зигзагами разной плотности, чтобы удалять пресохшую грязь. Для влажной уборки в наличии швабра с двумя вибросегментами и отдельное колесико, которое напоминает ватный диск. С помощью этой штуки С8 Макс В промывает вплотную к стене, где так любит лежать ваша собака. При обнаружении ковра швабра поднимается на рекордное 20 миллиметров. Даже медвежья шкура у вас перед камином останется сухой. В красивой док-станции пылесос стирает салфетки с моющим средством, сушит феном, а также выгружает собранный мусор. Мощность всасывания не самая высокая в мире, но с уборкой поверхности два валика справляются отлично. Несмотря на круглый корпус, С8 Макс В выметает из углов не хуже хобота, потому что у него выдвижная щетка. Но самое крутое – встроенный голосовой помощник Hello Rocky. Хотите повысить свой социальный статус? Обязательно поговорите с пылесосом в присутствии гостей. Только сначала отберите у них телефоны, просто на всякий случай. Но чтобы взять многофункциональный пылесос, продавать машину не обязательно. К примеру, Mejia M30S Omni стоит всего 50 тысяч. При этом он чистит пол салфетками, оттирают даже присохшую грязь, промывает у стены бионической рукой и подогревает воду до 60 градусов, чтобы полоскать более качественно. Пылесос отлично собирает волосы и разрезает их щеткой с ножами, чтобы не наматывались. Но, конечно, без минусов не обошлось, иначе бы ценник был выше. М30S – это китайская версия. Надежная, как швейцарские часы, но никаких гарантий. Приложение лишь частично переведено на русский. Хороший вариант, если вы как раз хотели подтянуть ваш английский. По крайней мере, эту отмазку можно использовать, когда придут гости. И еще кое-что. Пылесос подходит только для гладкого пола, потому что на ковре начинает сбоить фронтальный датчик. То же самое, но лучше в каждом аспекте D-BOT T30 Pro Omni. Приложение на русском. Фронтальный датчик помогает объезжать проделки рыжика. Масса настроек, включая умный режим, в котором робот сам решает, как убирать ваш дом. С водными пятнами и следами грязи D-BOT справляется максимально быстро. Убирает с одного-двух проходов. Салфетка выезжает в сторону, проходит в углах и вплотную к плинтусу, но не домывает 13 мм из-за слабой прижимной силы. Загрязнение после вечеринки с пиццей и двумя ящиками вина тоже отмыть не сможет. Это важно учитывать. По номиналу D-BOT T30 Pro Omni чертовски мощный – 11 тысяч паскалей. Но, честно говоря, видал я пылесосы и помощнее. В щелевом тесте он осилил только 2 мм. На глубокую очистку ковра можно не надеяться. Зато по уборке шерсти – это настоящий флагман 2024 года. Турбощетка подбирает волосы любой длины в промышленных объемах и счищает их о зубчике в раструбе. Устали вынимать шерсти супа? Можете смело рассчитывать на D-BOT T30 Pro Omni. На втором месте – Roborock Q-Revo Pro. Мощнейший мотор и фирменный валик могут вытянуть засевшие в ковре соринки. В приложении куча функций, включая движения вдоль стыков ламината. А в вопросах влажной уборки – Q-Revo Pro – настоящий гроссмейстер. И дело не только в безупречно работающей бионической руке, которую пылесос своевременно выдвигает к стене, но в самом подходе. По прозрачности вымываемой жидкости станция оценивает, насколько грязными были салфетки, и при необходимости запускает повторную уборку. С таким пылесосом ваш лохматый друг наконец-то освободится от угрызений совести по поводу своих грязных лап, а счастливые хозяева смогут строить дом своей мечты прямо как в рекламе. И тут вы скажете – все это, конечно, круто. Вот бы Q-Revo Pro еще стоил дешевле. А нет, даже я ничего не могу сделать. Шахматный мир в беспокойстве. По сравнению с Dreamy L10S Pro Ultra Hit, предыдущая модель кажется не такой уж и дорогой. У Dreamy есть полный арсенал инструментов для качественной уборки в большом и захламленном доме. Представительный аккумулятор на 6400 мА в час. Робот не ударит бампером в грязь, даже если придется пылесосить холл-отеле Гранд Будапешт. Навигация с активной камерой. При хорошем освещении обходит сюрпризы коварного кота. Станцию можно подключить к канализации и водопроводу. Чтобы робот все делал сам, а вы могли развалиться в мягком кресле и смотреть фильм Уэса Андерсона. Учитывая, что обычный L10S Ultra моет лучше, чем обычный Q-Revo, к примеру, в тестах он спокойно отмывал приливший кетчуп, в то время как Roborocko это было не под силу, предполагаю, что у модернизированных версий этих пылесосов данное соотношение сохранится. Но точно ответить на этот вопрос сможем только после тестов. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры. Лайк под роликом тоже не помешает. Кстати, недавно в продаже появилась глобальная версия Dreamy X40 Ultra. Это единственный пылесос, который на самом деле видит лужи и поднимает рабочий блок, чтобы не затягивать воду. Если не смущает ценник в 130 тысяч, дважды подчеркните название этой модели и бросьте коту вкусняшку. На этом будем прощаться, всем хорошего дня, а я побежал делать новые видосы.